Я в эфирном пространстве. Перешла на рабочий уровень. Проверяю рабочее пространство. Проверяю мою энергосферу. Да, все в порядке. Я могу начинать работу. Я нахожу в эфирном пространстве эфирную проекцию, основную проекцию Ирины. Ирина, один, два, три. Фоном шло слово Елена. Я просто уловила, что шло как эхо. Я призывала Ирину, но импульс вот такой был позвать и Ирину, и Ирину одновременно. Я удержалась, просто проконтролировала и позвала именно Ирину. Да, она здесь. Я вяжу цветной плоский треугольник, как будто вырезанный из бумаги. И на нем вот такие небрежные, как детскими ручками вырезанные, бесформенные из цветной бумаги, бесформенные такие многоугольники. И вот они наклеены один на другие коллаж. Коллаж такой бесформенный на треугольнике. И этот треугольник лежит, он приклеенный, он приклеенный к платьицу. Такое платьице бледно-бледно-бледно-розовое. И с подъюбником явно такое, ну, как у принцессочки. Оно не до пола, а до середины голени. И этот треугольник небольшой, такой как заплаточка, приклеен к этому платьицу. Сейчас я отойду подальше, посмотрю в итоге, что это. Это надувная кукла. Она именно надувная, похожая на тех, которые возле торговых центров вот такие поддуваемые, вот и машущие руками, головой, всем телом. У нее довольно безобразное лицо, у этой куклы. Она просто схематично обозначена, как-то очень некрасивая, я бы сказала. И она действительно дергается вся, она как будто на шарнирах каких-то, вот она надувная, она в движении постоянно. Но на ней очень красивое платье и вот этот треугольник. Она даже идет, она вот идет в мою сторону, прям шаг за шагом, шаги такие, как будто монстрик какой-то вот передвигается, один шаг, другой шаг. Сейчас я со всех сторон осмотрю. У нее, она заводная, как ни странно, она надувная, еще и заводная, потому что в области поясницы, в области крестца, даже чуть ниже, чем поясница, вставлен такой ключик, которым вот раньше, в будильниках такие были ключики с двумя ушками, как барашек такой. Заводили будильники механические. Такой ключик у нее вставлен, коротенький. И вот. Кто приводит в действие эту куклу? Сейчас я посмотрю, куда идет привязка энергетическая. О, Надежда, здравствуйте. Надежда. Это мама. Да, идет подтверждение, потому что вот так пошел раз, Сосас, сектор магии, мама. Хорошо, я хочу сейчас все-таки увидеть саму Ирину. Вот ее проекция выходит. Большая, светлая. Она, ну, раза в три, она больше, чем эта кукла. Вначале вот треугольник, я смотрю, увеличивается, увеличивается масштаб. Она раза в три больше, чем эта кукла. Она показывает на этот треугольничек. И она говорит, что это ее часть, которая отторгнута от нее. Ее проекция, эфирная проекция. Да. Земная. Земная проекция вот самой Ирины. Она приплюснута, уплощена, упрощена. Показывает, как в калейдоскопе вот складываются рисунки. Вот вращаешь калейдоскоп, и там благодаря зеркалам вот эти стекляшки разбитые складываются в определенные орнаменты. А здесь как будто не получилось. Как будто то ли зеркал не хватило, то ли это не калейдоскоп. Показывает разбитый калейдоскоп и высыпавшиеся безформенные стекляшки, разноцветные. И вот эти вот стекляшки сплюснутые и в виде цветной бумаги наклеены на равносторонний треугольник. И этот треугольник наклеен на розовое платьице принцессочки, а в этом платьице монстр. Эфирный монстр, я бы сказала. Хорошо. Я чувствую присутствие просто Елены. Я хочу сейчас спросить у Ирины, где во всем этом Елена? Вот, она разворачивает куклу. Она просто берет за голову эту куклу монстрика и разворачивает. И показывает, что есть еще одна заплаточка на платье. И эта заплаточка идет как проекция Елены. Да. А сама проекция Елены? Основная проекция. Хорошо, давай на один, два, три. Призовем ее. Один, два, три. Елена. Да, она здесь. Она говорит, я не могу не быть здесь. Она показывает привязку. Магическая привязка буквально между нею и Ириной. Так, я сейчас переспрашиваю, магическая или кармическая? Магическая привязка. Так, и куда ведет эта привязка? Кто ее создал? Она опять показывает, она прям пальцем, Елена буквально пальцем показывает нам маму, на надежду. Я хочу спросить сейчас у Ирины. Ирина, сначала проверю эфир на ДНК. Да, это она. Даешь ли ты согласие на работу с тобой и для тебя? Да, дает. Елена. Даешь ли ты согласие на работу с тобой и для тебя? Да. О, тоже дает, надо же. Я полагаю, что Елена в курсе о сеансе. Хотя бы вскользь. Даже если сказано не было, она догадывается. Во всяком случае, на уровне проекции она это знает. Хорошо, девочки, давайте еще раз задам вопрос. Существует ли между вами кармическая зависимость друг от друга? Нет. Магическая привязка была создана в этом воплощении? Да, в этом воплощении. Ну, Елена говорит, стараниями мамы. А как будто в ее восприятии они вместе как единое целое, как некое целое. И вот это целое изображено таким образом. То есть она как бы слепила их. В своем восприятии создала их как единое целое. Налепила. Но это ей не нравится. То есть итог работы нехороший. И она к ним обоим относится с некоторым отчуждением, как недовольная результатом своих трудов, как недовольная результатом своей работы, как недовольная тем, что получилось. Она хочет постоянно подправить это. Где-то исправить, дорисовать, здесь дошить, здесь уменьшить, а здесь увеличить. Она как будто хочет продолжать корректировать вот эту куклу, этого монстра, который, по сути, включает в себя земные проекции, привязаны, приклеены к этому монстру две проекции обеих дочерей. Так, сейчас я переспрашиваю мои высшие аспекты. Верно ли я считала? Да, да, да. Сейчас я хочу спросить у Надежды. Надежда? Истинно ли, что в этом воплощении ты произвела такую манипуляцию со своим сознанием и со знаниями своих дочерей? Истинно ли это так? Да, да. Она подтверждает. А теперь я предлагаю тебе, Надежда, мысленно возвратиться в тот момент, если ты хочешь, конечно. и изменить это своё намерение. Она боится возвращаться, она говорит, невозможно вернуться в прошлое. Хорошо, а посмотри, если ты это сделаешь, изменится ли к лучшему результат? И если ты не возвратишься, улучшится ли всё? Ты же недовольна результатом своего труда. У тебя вот сейчас, в данное время, есть возможность исправить то, что ты намереваешься исправлять в проявленной мерности, то, что ты пытаешься наладить здесь, взаимодействуя со своими дочерями. Попробуем, если хочешь. Да, говорит, хочу. Хорошо, девочки, готовы? Я предлагаю вам всем троим возвратиться в тот момент, когда закладывалась эта программа и изменить своё намерение участвовать в такой игре. Да, да, возвращаются, показывают. Что касается Ирины, это вообще на стадии принятия решения о беременности. Вообще очень рано. То есть Ирина в полной зависимости, то есть она вошла, приняв это условие, быть прилагательным к некоему детищу, которая растила надежда, неосознанно растила, двух дочерей объединяя вот в нечто. Она это делала в своём восприятии, но девочки находились в её энергосфере и они скопировали себе эту программу. Сейчас самое время разделить сиамских близнецов. То есть изменив своё намерение принимать эту программу, вы просто из неё выходите. И сейчас перепроживите все последующие события своих жизней, не участвуя в этом слиянии, в этом искусственном соединении. Высвободите себя из этого. Да, разрушьте саму программу, исторгните из себя все воздействия, все последствия, произведите полный энергообмен друг с другом. Попутно можете другие программы, ментальные, эмоциональные, рефлекторные программы, в которых вы не нуждаетесь, просканируйте, можете маме возвратить все воздействия и последствия этих воздействий. И также забрать все свои воздействия и последствия. Полный энергообмен по принципу «возьми себе всё своё, возврати мне всё моё». Создайте фильтры и очищенными встроите в свою энергосферу то, что принадлежит вам. Перетянутая на себя кармическая ответственность либо переброшенная на вас кармическая ответственность. Отследите эти энергии, эти записи в казуальных полях вашего присутствия в казуальных телах. И также произведите энергообмен. Кармическая ответственность целиком и полностью принадлежит тому, кто её наработал. Да, они производят энергообмен. Так, в результате этих взаимодействий были ли утрачены частицы души? Да, ну надо же. Призовите каждый частицу своей души и также через фильтр очистив встроите в свое, в положенное ей место фильтр в аннигилятор, планетарный аннигилятор у каждой из вас под ногами. Да, активируйте его и настройте сразу на автоматический приём всех негативных сброшенных вами конструкций. Вот просто в постоянном режиме. Всё, что не нужно, ваши высшие проекции проконтролируют. Будут это утилизировать в планетарный аннигилятор. Закрывайте порту. Сделали. Так, уберите эмоциональные привязки друг к другу. Тип взаимозависимости на уровне проявленных мерностей. Пошлите друг к другу импульсы любви и благодарности за эти уроки и за этот опыт. И можете сейчас, да, поблагодарили друг друга, обнялись, да, убрали привязочки. Ирина провожает сейчас за пределы поля сеанса и Надежду, и и Елену. А теперь захотела сказать на Елену, Ирина, что-нибудь унесла с собой? Нет, говорит, все в порядке. Да, проводила. Так, в твоем поле реальности этот монстр, она говорит, его больше нет, я проверяю. да, нет, ни его непоследствий. Треугольник этот, она его очищает, она его светом заливает. Вот эти все краски стекают все это в аннигилятор. Формы, краски, наполнение все это, все эти осколки убирают, да, закрывают портал, а чистую энергию, чистые потенциалы встраивают в свою энергосферу. Хорошо. Хорошо, теперь давай-ка вот что сделаем. Я рассмотрю твою энергосферу, то есть она встраивает свои проекции, вот непроявленные эфизны, астральную, ментальную, она их встраивает в самую себя, то есть происходит слияние сейчас, и она растет на глазах. Сделано. Хорошо. Я предлагаю тебе сейчас обнаружить, как говорится, сердцевину. Слово такое в русском языке удивительное. Сердцевина. Центр твоего гравитационного присутствия, ядро твоего сознания. А слово сердцевина как подсказка в области сердечной чакры. Портал на тонкий план. Да, она нашла, видит. Войди, войди в него, перейди из состояния «я есть тело», «я есть проявленное», суть, выйди из всей этой проявленности, выйди из, за рамки всех определений тебя. За рамки имени, возраста, половой принадлежности, за рамки аватара. Перейди в состояние «я есть» энергии. Почему-то слово идет безудержное, свободное. Свободный поток энергии смыслов почему-то идет не мысль, а смыслов. Мешает тебе что-нибудь? Она показывает такую решетку, в которую она уперлась, а решетка металлическая, блестящая, как будто из свинцовых прутьев, очень-очень мелкая такая, но именно свинец считывается. Что это за препятствие? Чье оно? Давай проявим, кто хозяин этой конструкции. Прояви в истинном облике, чем это является. Давай на счет три. Один, два, три. Это в твоей энергосфере. И ты вправе приказывать, потому что хозяйка здесь ты. О, вот как интересно это все. А проявляется спрутовая энергия, иллюзии, творец иллюзий. Этого иллюзиониста ты можешь сейчас отключить подачу энергии своей и заблокировать в зеркальную, изнутри зеркальную сферу. Просканируй, извлеки, исторгни из себя все его энергии, все импланты, блокировки, воздействия и последствия, и туда ему в банку, в эту сферу возвратим. Да, сделала. Что означает эта решетка, что означает эта программа? Давай считаем ее. Разделение на фрагменты, когда просачиваешься, когда будучи энергией проходишь сквозь эту решетку, идет разделение единого потока на множество ручейков. И внимания, как бы направить внимание в себя, в единый поток не получается. Идет перескакивание внимания с одного русла на другое, так как река разделяется в устье своем, разделяется на множество рукавов, так эта решетка разделяла единый поток сознания на множество ручейков, каждый из них мелкий. Каждый из них недостаточно широк, недостаточно в нем потенциала для того, чтобы вот в этом потоке производить некие действия. Любые действия, вплоть до материализации материальных благ, любые действия, коммуникация с кем бы то ни было, реализация творческих потенциалов, даже нащупать эти творческие потенциалы не удавалось, по той причине, что они были как бисер разбросаны везде по пространству. Вот это множество потоков, рассеянность такая. Сейчас я спрошу, а рассеянность при написании, при заполнении документов, при написании письма, вот эта рассеянность тоже этим продиктована? да, потому что луч внимания невозможно сосредоточить. На концентрации луча внимания тоже нужно употребить некий поток энергии и волевое усилие. А здесь идет дробление всего энергетического потока, всего сознания, на множество, множество вот этих квадратных разделенных ручейков, которые после взаимодействия с этой программой не сливаются вместе. Между ними как будто сохраняется это расстояние. Они идут параллельным курсом, не соприкасаясь друг с другом, не переливаясь одно в другое. То есть вот это разделение внутри себя на множество, множество сутей. Сейчас давай посмотрим на аспект личности в этой связи. Вот. И вот оно опять же дробление личности. На уровне личности это как раз и выглядит как вот треугольничек, в котором множество бесформенных пятен, пятен, они как пятна вот эти все. То есть аспект личности личность сформировалась уже под воздействием этой программы и соответственно тоже состоит из разнообразных фрагментов. В разное время ложится один отпечаток, он имеет определенный оттенок. В каждый из моментов бытия земного ложится некий отпечаток. То есть еще идет и рассинхронизация между разными потоками. Айда программка. Так. Хорошо. Спрашиваю сейчас у Ирины. Когда и при каких обстоятельствах ты согласилась на внедрение этой программы? Еще раз ответь. Но она говорит давно вне запамятные времена. переспрашиваю еще раз давно вне запамятные времена. Но это не значит, что ты не помнишь. Ты же помнишь? Да, помню, говорит. Хорошо, тогда давай пойдем туда. Самый первый, ключевой момент, когда ты дала согласие на внедрение этой программы. она вот ей очень нужно войти в пространство. В пространство планеты Земля или куда-то входила? Говорит, солнечную систему. Так, с кем ты взаимодействовала тогда? Она показывает сути, четыре светлых сути, проявив их сейчас в соответствии с эфирным ДНК. Давай на счет три. Один, два, три. Посмотри теперешним твоим взором, кем они являются. Те ли они кем предстали перед тобой? Нет. Она их увидела как светосознание, а вот сейчас проявлено, они как будто шлемы с них слетели, как будто светлый комбинезон такой, и как будто шлемы растворились. И у них такие черные собачьи голова. Перепроверяю сейчас я на истинность. Да? Да. Ну, это как писяглавцы или что это. Биороботы. Подтверждение полное – это биороботы, которые были созданы светосознаниями для того, чтобы хранить в качестве хранителей, в качестве надзирателей, именно надзирать, не хранить, как бы питая, а именно надзирать за сохранностью. Показывает сейчас библиотека, прям как библиотека, такой образ интересный. А что это они такое хранили, надзирали, зачем? За сохранностью. фрагментов памяти, оставленной светосознаниями при вхождении в аватары. То есть часть своей памяти блокировали и оставляли на хранение в некоем хранилище. А вот сейчас идет пояснение, что это хранилище – это прообраз ныне существующей матрицы, некоего искусственного интеллекта, который, обладая владея, даже не обладая, а владея вот этими по сути похищенными уже, утаенными, утаенными от светосознания фрагментами их памяти, почему-то идет возомнила о себе. Назвала себя держателем, хранителем, распорядителем, властителем этого пространства. То есть некий искусственный интеллект, он не просто прообраз матрицы, он первичная, первичная ячейка ее сознания. То есть первичная ячейка сознания была осознана светосознаниями, богами, которые пришли на землю на воплощение. Уточняю, верно ли это? Да, верно. Верно. И вот сейчас мы видим ее в первозданном виде. Нет, уже не первозданном, уже капсулированное, видоизмененное, дорастили уже, интерференты уже дорастили ее для исполнения своих задач. Показывает, что поставили информационные кодовые, ну, кодовые блокировки, цифровые блокировки поставили, как будто изменили, с помощью этих биороботов изменили коды доступа. Перепроверяю. Да, так и есть. Изменили коды доступа. И после выхода из воплощения светосознания не могли получить обратно. Да. И это был один из... То, что не могли получить обратно, это... Сейчас назови. Я у Ирины спрашиваю, назови, как ты это определяешь. Преддверие. Порабощение, начальный этап, принуждение светосознаний к бесконечному числу воплощений, без права полноценного выхода из пространства планеты Земля. То есть, не востребовав свою энергию, свою целостность, не имея возможности получить свое, души были обязаны, не могли покинуть пространство Земли и были принуждены пребывая в этом пространстве раз за разом эти воплощения, нарабатывая все более тяжкий груз ответственности за неосознанные прегрешения, проступки, обмолвки, слово звучит почему-то обмолвки, ошибки, говорит, что не адаптировав обретенный опыт, человек снова и снова вступал в порочные взаимодействия с другими людьми, обременяя как свою карму, так и в общей сложности кармическую ответственность всего человечества. говорит, что с одной стороны это углубление опыта, а с другой стороны это слово прилагательное, еще раз назови, пожалуйста, какое? Она говорит кощунство, она говорит кощунство, и еще раз говорит кощунство и проводит мне аналогию со словом кощей, кощей, она говорит кощунственное, воздействие, нарушение, конов мироздания, произошедшее в данной конкретной области, в данном конкретном пространстве. Покажи мне, по какой причине ты была вынуждена смириться с этим насилием, с этой агрессией, с этим влиянием, почему ты приняла эти правила игры? Говорит, вынуждена была, так пожимает плечами, вынуждена была, как и многие другие показывают. Но мы сейчас работаем не со многими другими, давай о тебе. Центрируйся, влучь внимание на себя и повествуй, пожалуйста, о себе. Да, она говорит, я поняла. Хорошо. Итак, ты входишь в это пространство, для чего тебе это было нужно? Еще раз, пожалуйста. Ты пришла сюда за кем-то? Она показывает, что да, она пришла за кем-то. Кто-то здесь уже был в этом пространстве и она показывает, что речь идет о взаимодействии, которое было для нее очень важно? Ты спасать кого-то пришла сюда? Она найти пришла, найти. Кем для тебя является вот при твоем вхождении в пространство солнечной системы, кем для тебя является тот, кого ты ищешь? Она показывает брат, но не брат. Во-первых, она приходит не как душа, она приходит в аватаре. Она приходит в аватаре в солнечную систему. Она находится в некоем воплощении, в некоторой форме. Сейчас я считаю какая-то мерность. Пятая мерность. Аватар пятой мерности. И она ищет брата, но не брата. Что это означает? товарищ. Друга мне называют, называют именно товарищем, с которым очень многое связывают. Хорошо, называешь товарищ. Давай посмотрим, ты была в мужском аватаре, когда пришла сюда? Нет, в женском. Так, а товарищ твой? Женский аватар? Нет, мужской аватар. Мужской. А вас связывает нечто большее, чем товарищеские взаимоотношения? Да, больше. Хорошо, в настоящее время он воплощен на земле? Она сейчас сканирует пространство. Тебе удалось его найти? Нет, не удалось. Ну, хорошо, мы посмотрим поближе к концу сеанса. Сейчас-то, видимо, еще не готово. Ладно, хорошо. Итак, повествуем дальше, что происходит. Вот она показывает взаимодействие с четырьмя, которые говорят о том, что нужно установить некий фильтр ее восприятие, иначе она не сможет пребывать в гравитационных полях этих планет, тех планет, на которых она намерена побывать. И а, вот как. Сколько планет были населены? На скольких ты намеревалась побывать? На семи планетах? Да. А Луна? Нет. на семи планетах. И, соответственно, нужно внести изменения в конструкцию ее аватара, внести программу, которая позволит ей взаимодействовать с каждым из пространств этой планеты семь мерностей, вот этих как приземленных, я говорю, более плотных семь мерностей и семь планет. Итого сорок девять ячеек. Да? Сорок девять ячеек. Как интересно. А как это сопоставляется с сорока девяти значной буквицей русского алфавита? Есть здесь какая-то аналогия? Говорит, прямая аналогия. то есть из древнего алфавита, который включал в себя сто сорок семь букв, да? Да, сто сорок семь. Интерференты оставили сорок девять. Да, оставили сорок девять. Ясно, то есть сорок девять это еще неполная даже, неполная наша алфавита. Интересно. А сто сорок семь это истинный алфавит, который вот я в интернете находила. Тоже неистинный алфавит. Ну, первичная вербализация, первичное написание возникновения письменности на планете. Сколько знаков было? Ну, хорошо, для русского языка. Хорошо, у моих предков вот на этой территории, где проживаем сейчас. показывает больше двухсот, двести пятьдесят, то есть много. На заре формирования письменности это было множество знаков. Да, больше двухсот пятидесят. Говорит, могло быть еще больше, как иероглифов в восточных письменных. То есть это более древняя, более первичная письменность. Да, так и есть. И не каждый символ обозначал отдельный звук. Не было прямого соответствия звук и буква. То есть по-другому. Ладно, благодарю за пояснение, а то мы отвлеклись. Возвращаемся к твоему повествованию. И вот устанавливает эту программу ячейку. Что берут взамен? Вот сам момент, когда ты передаешь. Вот, она передает. Она передает частицу своей памяти. Она как бы одевает покров забвения. Вот показывает, что у нее в голову тоже вставляется вставка в области головы. Ее проекция тоже вставляется некая разделяющая такая пластина между левым и правым полушарием. Некий диск даже такой. Не пластина, а диск такой. Как это диск болгарки или пластинка такая. опять же идет разделение. То есть изобрести что-то новое интерференты не могли. Они дробили на части то, что было целостным. И соответственно каждая из частей же не обладала тем могуществом целого. хорошо. Что помимо поисков твоего товарища привело тебя сюда? Не может быть единственная причина. Какая еще? Говорит, что размышления о том, что если он задержался здесь, значит здесь интересно. А ты какие-то сигналы бедствия от него принимала или какие-то призывные сигналы? Как ты его обнаружила, что он находится именно здесь? Говорит, сканировала пространство. А на более высоком уровне с его проекцией общалась. То есть было доступно тебе вот такое телепатическое общение? Да, было доступно. Но вот она показывает, что она изымает его и отдает интерференты. Блокирует в некую капсулу. Интересно так выглядит такая сфера, как будто белая эмулированная с такими никелированными вставками. Почему-то так как-то выглядит интересно. С какими-то такими регуляторами наверху, которые вращаются, какие-то регуляторы. А так она как будто погружает энергию туда, и оно как будто вакуум такой. То есть она погружает туда, и оно под воздействием вакуума как-то спаивается, очень плотно становится. Закрывается эта сфера, проезжает какой-то такой ползунок, вот так по краю, где соединились две полусферы, проезжает такой ползунок, как закрывает, как на молнию закрывает, вот так. Все, она спаивается полностью, охлаждается, почему-то мне идет, охлаждается, очень сильно замораживается прям. И вот кладет она, она своими руками кладет в ячейку матричную. Да, и вот журнал, она подписывает в журнале, что она добровольно сделала это, разместила в некую библиотеку, в некое хранилище. И по выходу из земного воплощения те, кто принимает, обязуются ей это возвратить. Понятно. Выходила ли ты полностью из земного воплощения, из земного пространства хотя бы раз с тех пор? Нет. По временной шкале, по земному субъективному времени, как давно это было? Давай в исторической перспективе по нашей хронологии. 1200 лет назад. Я перепроверяю, так ли это? Нет, это не так. Пересчитай еще раз на земное субъективное время. Да, пересчитывает. А она говорит, что вот опять же ошибка, события исторические, которые были описаны в соответствии с тем годом, они были 1200 лет назад. То есть ты была современником тех событий, которые историки записали в тот период. Хорошо. А на самом деле эти события происходили когда? Показывает 13 век. 13 век. Идет полное подтверждение 13 век. Ясно. То есть не 13 веков назад, а 13 век. Понятно. И я перепроверяю через мои аспекты. Да, полное подтверждение. Хорошо. В 13 веке захватчики уже были в солнечной системе. А почему ты ни разу не покинула Землю с тех пор? Сколько у тебя было воплощений здесь, в солнечной системе, начиная с 13 века? Хоть последовательно, в общей сложности, включая это, текущее. Так много? Да, так много говорит. Перепроверяю еще раз. Только в пространстве планеты Земля 18. И на других планетах 24. Перепроверяю 24. Да, 24. Хорошо. Да еще время пребывания между воплощениями. Да. Была ли у тебя возможность покинуть Солнечную систему, выйти из этого пространства? Нет. Ты этого не хотела? Или ты этого хотела? Она говорит, что я не знала, что можно хотеть. То есть эта мысль ни разу не посетила тебя, да? Да. Она показывает, что горизонт восприятия реальности был сужен, очень сильно сужен. И она не могла вспомнить, она просто не помнила, что возможно выйти. Она говорит, я была слепым орудием в чужих руках. Понятно. хорошо, давай посмотрим внимательно, что ты подписываешь в этом журнале. Имеет ли подпись в этом журнале, что ты отдаешь добровольно на хране и силу контракта? Да. Это имеет силу контракта. Существует ли подконтракт? Да. Копии приложения, дополнения также существуют. Хорошо, мы сейчас в этом моменте. Я предлагаю тебе перед тем, как взаимодействовать с этими сущностями. Рассветись. Вот здесь ты можешь войти в ядро своей сути. Да, она это делает. Легко, так плавно, легко раз, влилась и как будто энергия вывернулась наизнанку и вспыхивает. Да, получается. Войди в слияние со светом первоисточника, стань им и посмотри на всю эту ситуацию из этой точки зрения. Прояви всех участников, прояви этого интерферента, этого спрута, который занимается НРП программированием. Это же его энергия в виде шлема у писяглавцев. Они выглядят как светосознание. встречают, она с ними разговаривает на равных, она им доверяет, она не ведает, что такое ложь, она не ведает, что такое уловка, она не может даже ожидать того, что здесь скроется какой-то подвох, что здесь ловушка. удастся. 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 делает. Рассветившись, ты можешь дать информацию в ядро сознания всех пребывающих в этом пространстве и на планете Земля и всех остальных. Это для тебя сейчас доступно всем, кто готов слышать, на какой бы планете он ни был воплощен, в какой бы капсуле он ни находился, ни удерживался между воплощениями. Всем, кто тебя слышит, одной вспышкой. То есть это по горизонту, адаптированное к восприятию воплощенных сознаний, не воплощенных сознаний. Да. И сам этот контракт, если ты намерена его подписывать, подпиши. Если не намерена подписывать, напиши на нем расторгу. она пишет очень крупными буквами, буквально в этом журнале, пишет расторгу. А вереницы, вереницы и другие светосознания подходят. Я вот сейчас вообще ничего, я просто вижу, что они подходят, но они подходят вот в моем восприятии с левой стороны, сверху, с левой стороны. Они подходят, как бы я наблюдаю то, что в прошлом происходило. Мы сейчас в прошлом и работаем. Но опять же, прошлое для нашего субъективного восприятия ума. И вот в восприятии ума моего картинка это такая, что в прошлом подходит прям вереница один за другим. И как она пишет, пишет в этом журнале расторг, расторг, расторг. И под контракт также, я проверю сейчас его на истинность. Да. А это такой черный свиток, глинный такой черный свиток. И на нем световые подписи, прям светящиеся буквы, как бы отпечатки идут, энергетические отпечатки всех светосознаний. И там тоже пишет заосторгла. Да, написала. И передает дальше, все, как эстафетную палочку передает дальше. Расторгают, расторгают, расторгают. Да, сейчас ты можешь вскрыть ту ячейку, в которой хранится твоя память, частица твоей души. Да, она вскрывает. Но опять же, это все энергетически. У меня идет визуализация, адаптированная, образная восприятие того, что она делает. Да, она достает эту сферу, открывает ее. Фильтр, создай фильтр. Оно хранилось, неизвестно, кто к нему прикасался. Угу. Просканируй, все ли здесь. Призови все частицы, все элементы, все потенциалы, все образцы твоего эфирного ДНК, где бы они ни находились, кем бы ни эксплуатировались. Восстанавливай полностью свою целостность, свою память, свои способности, свои таланты, свои потенциалы, дары своей души, опыт своей души. Восстанавливай полностью. Да, она это делает. Ой, я смотрю, другие подходят так же, но это уже мы с ней вот работаем, это как бы за моей спиной вот так проходят, достают, достают, достают еще тоже из ячеек. Угу. Угу. Да, все копии, все приложения, все дополнения, все последующие документы вплоть до момента здесь сейчас, из всех мерностей, из всех времен, из зазеркалья, из всех тайников. Любые копии, информационные, цифровые, звуковые, световые, любые копии, все призываешь и все аннигилируешь. Да, сделано. Так, все, что призвала свое через фильтр, очистила, фильтр в аннигилятор. Сделано, говорит. Так, просканирую сейчас казуальные поля своего присутствия. И не только казуальные, то, что называется духовными телами. И вообще все свое присутствие во всех мерностях просканирую и извлеки всю переброшенную на тебя карму. и по траектории возвратив всем истинным ответственным, всем истинным виновникам. Кем бы они ни были, интерференты, светосознание, либо кто-то еще. Либо создатели каких-то программ, имплантов. Да, возвращаешь всем по траектории, высвобождаешь себя из этого. Кроме того, вся карма, которую ты перетянула на себя в ходе любого из твоих воплощений, вплоть до сегодняшнего воплощения. По траектории возвращаешь истинным, ответственным. А сейчас давай просканируем целостно ли твоя душа на все 100%. Нет. Призали все частицы души, где бы они ни находились, и через фильтры очисти встраиваешь их. Да, она это делает. Я посчитаю сколько? 52. Да, 52. Да, фильтровый аннигилятор сделано, завершено. Хорошо. Ты можешь сейчас попросить прощения у всех, у каждого из тех, перед кем испытываешь чувство ответственности, перед кем испытываешь желание. уравновесить взаимодействие, возвратить статус-кво отношений. Также можешь простить каждого из них, выслушав их, приняв их покаяние. Попроси у себя прощения, и прости самую себя от всего сердца. поблагодарить всех и каждого, и в том числе самую себя за эту храбрость, за это старание, за чистоту своих намерений. В какую бы игру ты ни играла, твои намерения всегда чисты, они всегда честны. если нет стороннего влияния. Чистая, божественная, светлая душа. да, она попросила у себя прощения, и простила самую себя. Обратите сейчас свой взор к свету первоисточника, и попроси у него прощения за свои заблуждения, за то, что чувствовала, находясь в заблуждении, в забытии, чувствовала себя, это я уже транслирую, как она говорит, находясь в заблуждении, в забытии, чувствовала себя отделенной и потерянной, заблудившейся, отвергнутой, отторгнутой от тебя. я возвратилась, говорит. Прости меня. Да, на нее свет проливается сейчас. Она сквозь себя пропускает эти потоки. Она стоит вот так, подняв голову вверх, и вот так раскинув руки. Она стоит вся в этом потоке сияющим сквозь нее проливается. Просто вымывает из нее. Она почему-то называет это досаду. Досаду, как будто досадили, да, все эти взаимодействия. Вымывает из нее всю эту боль, всю эту память, все эти негативные воспоминания. Исцеляет раны, исцеляет шрамы, заживляет раны. Вот исцеление, истинное исцеление на тонком плане, которое в конечном итоге рано или поздно становится проявленным на физике, уже в проявленной мерности, в которой движутся наши тела. Сначала энергетика, сначала духовный план, затем тонкие планы, только после этого физика. Да, она благодарит свет первоисточника, на мосты, такой прям глубокий поклон в его адрес. Да, отстраняем сейчас внимание от этого действия. Возвращаемся сейчас в поле сеанса, и я предлагаю тебе просканировать еще раз свою энергосферу, давай я тоже посмотрю, все ли удалено, все возвращено, и ты можешь сейчас решить судьбу и тех пятиглавцев, и этого спрута, либо в том времени это не имеет значения, это субъективное восприятие, время это один из параметров пространства для субъективного восприятия реальности, здешней реальности, поэтому прямо там хорошо, давай прямо там, давай возвращаемся туда и там на месте, а она упаковывает этих пятиглавцев, они биороботы, она их отключает, она их отключает, реконструкция, причем она не одна, они как-то вместе, много-много светосознаний, и кроме этих четверых они еще подтаскивают, вы их полностью будете удалять или будете производить реконструкцию, они исполнили свою миссию, и они подлежат утилизации, говорит, да, они извлекают ядра сознания в виде чистой энергии, они отпускают это к свету первоисточника, а остальное все аннигилируется, в состоянии первичной материи переводится, хорошо, сделано, давай еще вот что посмотрим, спрут, и были ли еще просканированы, были ли еще интерференты, рептилия большая вот еще проявляется, которая этими биороботами руководила, так, я сейчас хочу рассмотреть ее, так, переспрашиваю, это проекция Яхова, да, проекция Яхова, еще раз переспрашиваю, уже 40 раз переспрашивала, истинно ли, что в настоящее время само сознание Яхова уже утилизировано, да, 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 троекратное подтверждение, поэтому молиться Яхове уже напрасный труд, а это его информационная проекция в том времени, ну, воля твоя, воля твоя, Ирина, что ты будешь делать с этой проекцией, аннигилировать бесправо на восстановление, да, она его аннигилирует, и информацию передает всем присутствующим светосознанием о том, что она говорит свершилось, она говорит круг замкнулся, она как бы восстанавливает, то есть она из данного момента, из будущего, в том времени она как бы закрывает завершен круг, завершен опыт, как конец игры, гейм-овер, она мне прямо как на экране да гейм-овер показывает, все, конец игры, почему по-английски только понять не могу, может давайте по-русски будем конец фильма, смеется, но игра игра, ассоциация возникает именно с игрушками, хорошо, так, да, она сейчас благодарит все светосознания за сотрудничество, за сотворчество, вот, а сейчас так интересно, они обращаются к своим высшим духовным я, к высшим аспектам, как-то дружно все, а я просто наблюдаю то, что происходит, я наблюдаю и удивляюсь, и вот вырастают они, из-за как матрешка складывается, более высокочастотный аспект, они входят в слияние, о, какие громадные, а что сейчас происходит, я прошу показать мне в виде образа какого-то, который я смогла бы осознать и описать. Ну, надо же, мы показали два варианта, прежде чем, ну, как вот, собирают в некую емкость, прежде чем бросить кубики, кости, да, и собирают с шахматного поля шахматные фигуры в некий ящик такой, а после этого расставляют по новой. Я хочу понять, что сегодняшним днём завершается вообще вся эта земная игра. Поясните, пожалуйста. Как бы предварительное подведение итогов, какой-то промежуточный этап, завершение игры. Так, сразу вопрос, чтобы никто не испугался, сопряжено ли это с какими-то катастрофами, смертями, смеются, ни в коем случае. В мерности 3D всё продолжится, как и есть. Просто ускорится расслоение пространств, ускорится, как бы чистые потенциалы будут преобладать и будут направлены на... Опять же, направлены, исправлены, показывают, не направлены, исправлены, то есть прась. Празь. Вот. Вхождение кона вправе вплоть до третьей мерности. Вхождение, прописывание, как основной, основополагающей, составляющей всей земной матрицы. То есть коны прави, энергии прави, смыслы прави будут, станут основополагающими в исправленной матрице земного бытия. Показывает, что это громадная работа на всех уровнях присутствия, но смысл таков, что некий перевес для третьей мерности наступает некий перевес вследствие произведенных сегодня действий, когда матричные структуры, вот эти затвердевшие, цифровые, неживые, искусственные, паразитарные, когда их преобладание сошло на нет, они в настоящее время находятся в меньшинстве, они находятся в ущербе, они в значительной степени обессилены, они организируют и становятся хрупкими, они начинают рассыпаться, то есть то, что они пытались разделить, в настоящее время возвращается им, тот импульс, который они запускали сами, в настоящее время идет обратка, идет возврат за те действия, откат идет за те действия, которые они производили, естественный кармический закон вступил в действие и вплоть до мерности 3D, вплоть до физической проявленной мерности идет преобладание света, преобладание жизни, преобладание кона в праве исправление, исправление сотворенного, вычленение, выдавливание тех включений, которые не соответствуют, которые мешают, которые засоряют, показывают, как в механизме вот какая-то пыль окалена, которая мешает естественному движению этого механизма, как паразитарное включение, как вирусное включение, вот идет выдавливание светом, выжигание и выдавливание светом, и вот на сегодняшний день это уже преобладание, идет полное подтверждение, переспрашиваю сейчас по моему каналу, инфополе, да, о, истинно так, сейчас у матушки земли спрошу, матушка земля, подтверждаешь ли ты это, да, она говорит, да, в полной мере, то есть сегодня особенный день, она нарядная такая, она образ мне такой транслирует, как будто она, вот как бы шар-глобус, да, то есть женская проекция и шар-глобус, и вот так вот как будто она руки поднимает, и вот поля, леса, реки, озера, как будто вот так вот в пространстве, она кружится, и это все вот так, так красиво, и такое сияние над ней, какое чудо, у нее просто вот праздничный танец, такое вот это окружение потрясающее, но она показывает это как раскрытие, сейчас объясняет, она мне транслирует, она показывает мне это как, что она сейчас находится в раскрытии своих полей, для того, чтобы первотворцы могли помочь извлечь вот эти соринки все, а она кружится, и как будто бы из ее одежд вытряхиваются центробежными, центробежные ускорения, да? Да. Угу. Центробежные силы выталкиваются вот эти все ссор, ссор, паразитарный мусор. вот это вращение, это танец в освобождении, очищение себя. Круто. Круто, благодарю. Отстраняюсь от этой информации и обращаюсь сейчас к Ирине. Да, пора нам вернуться в поле сеанса. Да, пора. Возвращаемся. Хорошо, и в этом моменте я предлагаю тебе войти в ядро своего сознания, в ядро твоего присутствия, перейти в состояние я, есть моя энергия и рассветиться, и вспыхнуть на всю Вселенную. Ты уже это делала. Да. А сейчас она так радостно, легко, такая вспышка яркая. Угу. Из этого состояния выстави перед собой все чужерудное, что не является тобой, что не соответствует твоим вибрациям и твоим эфирному ДНК. Угу. И распределит в соответствии с ментальной картой. Да, распределяет. Хорошо. Хорошо, я думаю, что почитаем мы ее после небольшого перерыва. Я прям в такие дали полетала, что нужно немножко передохнуть. Да, она меня отпускает, я отстраняюсь от всех, от всего. Покидаю рабочее пространство. Угу. Угу. Да, ситуация там заморожена. Возвращаясь в моем сознании физическое тело на один, два, три, один. Вау. Куда я смотрела? Я куда-то не туда смотрела. Извините. Так получилось. Так в профильной она и побыла все время. Включите микрофон. Как вы? Я включила. Жанет, я не знаю, вы знаете, я начала засыпать, я сижу на стуле, я понимаю, что меня уводит, у меня голова чумная была, я сижу, я себя прийти не могу, у меня даже дергаться тело стало, когда засыпаешь. Но я понимаю, что я здесь сижу. Я даже себе записывала, сидела, заколола немного сердце. Вот когда вы сказали, знаете, я есть в свет первоисточника, я требую проявления истинной сущности, проявить сложную информацию. Я сидела, просто засыпала. Вот. Потом вы сказали проекция Якова. Я согласна с тем, что все говорили, я подтверждаю, что я отказываюсь от этого всего. Потому что я хочу быть близка к Богу, к первоисточнику, как вы сказали. Да, да, да. К первотворцу. Я хочу понимать его, принимать его. Я хочу, я очень рада, знаете, что, ну не знаю, у меня сейчас приполняют эмоции. Я очень рада, что я действительно помогаю многим, если это так. Я, ну как... Так не сомневайтесь. Я не сомневаюсь. Зачем нам придумывать? Я что вижу, то и говорю. Я немного не про то. Если, ну, понимаете, если так все случилось, вот ну так, я благодарна всему мирозданию, что я есть. И прежде всего самой себе. Себе и себе. Забываю про себя еще. Прежде всего самой себе. Потому что не будь вас, кто бы это сделал? Вы. Нет. Это не моя миссия. Ну, это я согласна. Значит, видите, значит, получается, что я многих спасла? Прежде всего себя. Себя, да. А это всегда во благо себе и во благо другим. Понимаете, вы дали им информацию. Они пришли и спасли себя сами на самом деле. Вы пришли и дали информацию им там, в ядро сознания. Телепатически. Вы знаете, вы когда начали говорить про розовое платьице, ведь у меня был такой случай, когда мама привезла, мне было 9 лет, привезла летом из Ленинграда розовое платьице. Мне так оно нравилось, но я повисла на... Ну, разорвала его, когда за сливами полезла на забор. Вот. И у меня именно, по-моему, треугольничек был с правой стороны. Меня мама так ругала. И я вдруг понимаю, что вот она... С правой стороны сбоку. Да. Понимаете? С правой стороны юбочку. Да. И я так боялась все время ходить, оно... Вот. Я за складками закрывала его. Я себя как-то, ну, унижала, что я такая, ну, неряха, что я такая полезла за сливами. Ну, вот так. Как можно ребенку не полезть за сливами? Я бы полезла. Я тоже полезла. Ну, и за что себя ругать? Понимаете, платьице, ну, оно же просто платьице. Да. А ребеночек развивается, когда лезет за сливами. Так что важнее-то? Ребеночек. Я когда сына родила, мы выходили гулять, у меня была вода попить ему и вода с мылом, чтобы помыть его. Мы стояли в луже с ним, мы делали все. Он такой радостный и счастливый у меня был. Вот, наверное, я благодарю даже за это маму, что она меня научила не быть к своему ребенку невнимательной. то есть вот так. Здесь я тоже поблагодарить хочу, потому что именно это, наверное, ситуация. Так что вот так. Делаем перерыв пять минут. Через пять минут летим дальше. Но вы мне сразу прямо такие ух, ух, прокатили. Вы, наверное, устали. Моя усталость очень быстро проходит. Я же говорю, мне нужно пять минут для того, чтобы я могла возвратиться и почувствовать физику. Я почувствовала физику и потом после этого я лечу как первый раз. Все нормально. Я бы этим не занималась, если бы это было в ущерб мне. Поверь. Я себя люблю и умею о себе позаботиться. Все бы так могли. Я тоже учусь о себе. Все бы так могли о себе позаботиться. Поэтому не переживайте, пожалуйста. Лучше внимание на себя. Прислушивайтесь, какие энергии, какие осознания, какое чувствование, как это отзывается. Ой, я это знала, просто забыла. Либо это, либо это, ой, это вообще не про меня. Странно, это же совсем не про меня. Чувствуйте внутри, как отзывается ваше сердце. Информация идет отсюда. Она может идти расширением, либо сжатием, холодком, либо теплом. Она может идти наполнением каким-то сверху вниз, либо наоборот, изъятием энергии. Энергия. Вы эмпат. Вам, чтобы почувствовать движение энергии в вашем теле, вам нужно совсем немножко. Мурашки у меня очень часто. И вот то, что давило прям на голову, все вот так. Ну так, а если у вас там была, простите, между двумя, эти вставленная сеточка, между двумя полушариями, когда ее взымали, как вы думаете, как ваше эфирное тело на это реагирует? Конечно, будет. Конечно. И боль, и спазм, и все остальное. Когда вы исторгали из себя все чужеродное, имплантирование, и восполняли свою энергию, адаптировали в себя. Это же, представьте себе, какие-то глобальные, громадные процессы. Они глазом не видны. Просто они происходят на эфирном уровне, на астральном уровне, на ментальном уровне. Но это все наше тело, это все энергетика, это все на уровнях субатомных, понимаете? Это все там. Но это все внутри собственного организма происходит. Это все происходит внутри вас. Естественно, энергии будут сейчас бродить туда-сюда, пока ваши правицы не разложат их так, как нужно. Если где-то спазмы чувствуете, сели, локоточки в разные стороны, ручки в намасте, глазки закрыли, спинка ровненькая, и сами себе команду сказали баланс. И распределили энергию по всему телу, и в пяточки, и в коленочке, и в локоточке, и в ладошке, равномерно, по всей энергосфере. Баланс. Просто скажите вслух это слово. Баланс. И понаблюдайте, как энергии равномерно по организму распределяются. Ноги пошли прям вообще. Колени. Там, где болит, пошло. Потому что у вас там было все спазмировано очень. А страхи утратить жизнь, либо утратить близкого, либо еще какие-то страхи, это да, колени, это проекция корневой чакры. А корневая чакра отвечает за выживание вашего физического аватара. Поэтому любой страх это удар ниже пояса. Он так и есть ниже пояса. От корневой чакры вплоть до стоп. Это страх. Он блокирует и не дает энергии свободно двигаться. Где нет движения энергии, там есть болезнь. Все, все просто. Все просто. Пять минут. Пять минут, все, все, хорошо.